Дорогие друзья, продолжая серию практических диалогов о ритейле, мы пригласили в студию Сергея Клепцова, директора компании Selfie.ru. Интересный кейс попытки поймать тренд селфи в примерочных, что я думаю очень актуально для фэшн-ритейла. Сергей, расскажите о вашем проекте. История такова, что где-то около года назад, просматривая фотографии в инстаграме, обратил внимание, что есть такой тренд, что девушки фотографируются в примерочных, а потом поймал себя на мысли, что, просмотрев несколько сотен фотографий, есть ли какое-то упоминание о том месте, где они это делали. И подумал, что этот вот канал коммуникаций с брендом, он упущен. То есть на фотографиях не присутствует бренд одежды, или не присутствует бренд магазина, где они снимаются. Вот. И возникла идея брендирования примерочной. Потом возникла идея Selfie.ru. Это специальная примерочная. То есть мы расширяем назначение примерочной до фотостудии, где можно делать качественные фото. Вот. И разнообразить контент, повесить туда хромакейштору, чтобы можно было с помощью технологий дополнять это любыми вариантами, какие только могут в голову прийти. Это магазины могут взять на вооружение и под коллекцией одежды, под определенные модели. Делать свое оформление, исходя из своих задач, исходя из своих целей. Мы делаем игрофикацию, мы делаем приложение свое. Ну, оно бесплатное для пользователей. Игрофикация мотивирует это приложение закачивать, делать фантастические снимки, делиться их в сетях. Магазины получают тысячи фотографий с нужным им контентом, который ими же и управляется. Если рассматривать этот инструмент как вовлечение покупателей в какой-то процесс, в игрофикацию, почему покупателям это нравится и как вы их вовлекаете? Люди это уже сами делают. Они сами приходят, они сами фотографируются, они сами выкладывают. Теперь надо сделать просто один шаг навстречу и дать им, вот, пожалуйста, вот специально для вас мы построили вот эту конструкцию, вот вам приложение. Далее идет постепенное, ненавязчивое вовлечение, дальше, глубже. Вот, и таким образом появляется дополнительный смысл для людей того, что они уже делают. Что-то кроме эмоций люди получают? Какое такое? Или это уже решает ритейлер? Это потребность в некотором нахождении своего, ну, хоть внешнего облика, какого-то внешнего имиджа. Как торговым сетям работать с вот этой вот базой, с этой информацией, которую они аккумулируют благодаря этой игре? Как это продвигать, как это, может быть, монетизировать, как это превращать в пользу для бизнеса? Для ритейлеров появляется, ну, вот, некая новая, что ли, возможность, чем еще мотивировать человека. У него есть там, ну, вот сегодня существуют скидки там, какие-то бонусы, кэшбэки. Да, они тоже могут присутствовать, и это, в общем-то, для людей привычно. И это нужно оставлять в игре. Как на базе вот этого тренда, и на базе вашего решения, что вы планируете делать дальше? Может быть, прикручивать какие-то новые интересные сценарии? Делать игру еще более увлекательной? Сейчас мы делаем игру, она охватывает, ну, вот, как сказать, весь спектр, там, допустим, ритейла, который может быть представлен в торговых центрах. То есть одно из наших предложений – это игруфикация не конкретного магазина, то есть, а более широкая. То есть сейчас, допустим, есть такая проблема, что некоторые торговые центры начинают пустить, то есть игруфицировать весь торговый центр. И люди уже могут, приходя в торговый центр, читать некоторые истории, некоторые такие вот, некоторые, ну, связанные между собой действия. Получать от этого как бы еще больший кайф. Вот моей ценностью личной в жизни является многообразие, разнообразие. Второй ценностью является уникальность, ну, чтобы вот не как у всех. Вот это тогда все, я доволен. И вот этот селфи-рум явился вот выражением этих ценностей. Он и… Здесь и разнообразие как по каналам коммуникации, по каналам вообще тем, чем я занимаюсь. И меня больше всего греет то, что пока это вот только-только здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова